Рядовой рыжик! Я! Головка от часов заря, отвечай по уставу! Мяу. Мы с батей, когда закупились на Новый Год. Ну, вы с батей очень похожи. Почему котейки так быстро засыпают? Мгновенно прям. Неужели их не беспокоят мысли там всякие? Как позорно, когда три года назад запутался в шторах и упал. Голуби, меня не боятся, я недостаточно сурово на них смотрю. Где мои яйца? Нужно было тогда мяукнуть иначе. Да они просто не помнят ни хрена. Ни голубей, ни шторы. Если даже кота потыкать в лужу не мгновенно, а через полчаса, он не поймёт за что и справедливо обидится. Так что склероз – кратчайший путь к счастью. Настроение. Неси мандарины. Мам, где мои очки? Но я не мама. Жизненно. Учись как Грейнджер. Ешь как Уизли. Живи как Поттер. Кто-то пишет целуй как Дементор. Ммм, скоро время пересмотра Гарри Поттера. Какой ты котик, основываясь на твоём месяце рождения? Эмм, я апрель. Пишите в комменты своих котиков, а я пока поздороваюсь и включу заставку. И лайк под видео можете лапкой зацепить, когда будете коммент писать. И да, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова. И это новый выпуск Мемозга. Поехали. У тебя такие хорошие зубы? Это от мамы. Повезло, что подошли. 21-летний я после того, как посмотрел страшный фильм. Громко топаю, идя в свою комнату, чтобы призраки знали, что я их не боюсь. С этой минуты ты забываешь местоимение «я» и «мне». Теперь только «мы» и «нам». Поняла? Поняла. Что ты поняла? Что нам позарез, нужны сапоги на шпильках. Не люблю тех, кто узнаёт редкое слово и начинает им чваниться. Видно же, что чванится. Ему говорят «Ой, что ты чванишься?» А он чванится. Жизненно. Вы когда-нибудь видели черепаху с голубыми глазами? Я остановился, чтобы убрать её с дороги и просто не мог не сделать фото. Кто-то пишет «Оставь мастера Угвея в покое». Ну, если это мастер Угвей, то это он вызвал человека, чтобы тот перенёс его через дорогу. Разные часовые пояса – это «Через 10 минут Новый год!» «Ещё 6 часов до Нового года!» «С Новым годом, лента!» «Через 5 минут Новый год!» «До Нового года 4 часа!» «Новый год через 13 часов!» «Да, Жиза, у нас тоже на Новый год такая же фигня!» «Новый год уже в Калининграде!» «Новый год уже ещё где-нибудь!» Сегодня я искупала котиков, и они смотрели на меня вот так потом весь день. Во взгляде читается «Ты допустила грубую ошибку в своей жизни!» Когда съедаю мороженое, начинаю грызть палку. Павел пишет «Также с чупиком!» Катя пишет «Также с трубочкой из-под сока!» Когда заложен нос? «Дорогой, что тебе приготовить, кугочку или гыбку?» «Гадость моя, мне всё говно!» «Мой отец работает в зоопарке электриком!» «Каждый его рабочий день начинается вот так!» «То-то пишет «Капец, у тебя батя маленький, но милый!» Оптимальные способы связи со мной?» «Мессенджер», «Соцсети», «Телеграмма», «Голубь-сова», «Симофорная азбука», «Телепатия», пункт 4738 «Позвонить!» «Да, блин, на пункт 100-500 тысяч прийти в гости!» «Когда гладишь других котиков, а своему говоришь, что гладишь только его!» «Не врёшь!» «Коротко о том, что происходит с тобой во взрослой жизни!» «По будням я практически не живу, потому что после работы я ничего не могу и не хочу!» «В субботу я пытаюсь прийти в себя и заставить себя функционировать!» «В воскресенье начинаю волноваться из-за того, что в понедельник нужно на работу!» «И так каждую неделю!» «Да ладно, и в школе, и в универе всегда так было!» «Мама, ругающая нас с батей за то, что мы два ленивых дебила!» «Мы с батей!» «Коротко обо мне!» «Если ваш кот спокойно закрывает при вас глаза, значит он вам полностью доверяет!» «Мой кот 24 на 7!» «Тигр!» Блин, песню вспомнил! «Антон пишет!» «Конечно не доверяют, он в шавухе!» «Когда самое большое удовольствие в жизни приносят тебе видеоигры, но ты настолько загружен различными делами, что можешь покайфовать за играми не больше двух часов в день!» «Ааа, хочу ещё!» «К сожалению, не в день, а в неделю!» «Когда гуляешь по своему городу без новогоднего настроения, потому что нет ни новогодних украшений, ни ёлочки, ни гирлянд, да вообще ничего нет, потому что живёшь в Мухосранске!» «Почему так грустно?» «Ну так заходи на канал Алексея Савы, здесь уже новогоднее настроение!» «Хе-хей!» «Эй, пс, а что мы тут делаем такое?» «Ой, ты какой-то голый!» «Ты извини, но я должен всё контролировать!» «Поэтому пусть дверь побудет открытой!» «Ты ведь не против, голожопик?» «Кот, ну ты же сам всё время голожопик!» «Что тебя удивляет?» «Я по утрам!» «Ух, хорошо поспал!» «Я снова хочу спать!» «Когда купил кроссовки 43-го размера, но у тебя 42 с половиной!» «Кто-то пишет, когда заказал обувь через интернет!» «Сори, но из сладенького сегодня только я!» «Ну ты сам напросился, кот!» «Самое неприятное утром!» «Если ты встаёшь, когда ещё темно, то это не проблемы!» «Хе-хе-хе-хе-хе» «Ну, а выходные, да, бывает!» «Что-то сегодня какие-то грустные мемы!» «Врач, почему вы приняли антибиотик в 6 утра, когда я сказал принять их в 9 утра?» «Пациент, я хотел сделать бактериям сюрприз!» «Потрясающий ход!» «Британские учёные выяснили, что нельзя кричать на человека, который спит!» «Кто-то пишет, наверное, чтобы не разбудить!» «Ну, да, логично!» «Зевота-зевота, перейди на Федота!» «С Федота на Якова, с Якова на всякого!» «Ну давай, твоя очередь!» «Я смелый и отважный охотник!» «Я хищник, я кусь!» «Никто не сравнится с моим величием!» «Эй, котик, это же просто плюшевая рыба!» «Даже помечтать не дают!» «Мы попросили маленького сына покормить кота!» «Ну что ж он так, надо ж почистить было!» «Когда в кинотеатре сидишь в первом ряду!» «Блин, да, в первом ряду не круто сидеть, башкой вертеть всё время приходится!» «Когда мама пригласила на Новый год кучу людей!» «И ты ждёшь, когда они все свалят, чтобы ты мог стырить немного еды!» «Через 20-30 лет тяжелейшей задачей для детей будет найти свободный юзернейм для аккаунтов!» «Кто-то пишет, от отца сыну передаваться будет!» «Хм, а если у меня будет дочь, вряд ли ей пригодятся аккаунты с именем Алексей Сова!» «Интересно, меня с этим примут на работу?» «Диплом об окончании детского сада!» «Ну, школу с таким должны принять!» «Кто-то пишет, у меня даже такого диплома нет!» «Ну да, кстати, у меня нет диплома об окончании детского сада!» «Извини, я не заметил!» «Как можно было не заметить мой хвост?» «Я уже сказал, что не специально наступил на него!» «Да ты просто ненавидишь меня!» «Я же извинился, тупое-то животное!» «Всё, пока!» «В такой интерпретации этот мем я ещё не видел!» «Куда идём мы с педточком? Большой-большой секрет!» «А смысл нашей жизни в чём?» «А смысла в жизни нет!» «Я не красив!» «Я не умён!» «У меня нет талантов!» «У меня нет домов и денег!» «Но у меня есть кое-что важнее!» «У меня есть пузико!» «А пузико – это самое главное!» «У нас бухгалтеры-экстремалы, главбух и зам два мужика молодых!» «Никакими проверками их не испугать!» «К Новому году они решили послать презент в налоговую, что ли!» «Отправили курьера с коробкой, написали ему на стикере на коробке, чтобы не спутал!» «Толстой тётке у окна!» «А он забыл отклеить эту бумажку!» «Гений, блин!» «Висит груша, хочет кушать!» «Ого, груша!» «Боксёрская походу!» «Пап, помоги, меня украли и хотят выдать замуж!» «Кто тебя забрал?» «Я не знаю, они были на синей Subaru Impreza VRX STI!» «Ну так будь счастлива, мы с мамой за тебя рады!» «Как вылазят из бассейна?» «Вылезают нормальные девушки!» «Я!» «Кто это пишет, а по лестнице не судьба!» «А по лестнице это не то!» «Оказывается, в древнерусском языке слово «сыр» означало «творог!» «Теперь ясно, почему сырники так называются!» «Знание — это сила!» «Ну, я вот не знал, да я и сырники не очень люблю!» «Не учите меня жить, кетчуп в ванной!» «Зачем тебе кетчуп в ванной?» «Что с тобой не так?» «Мне так жаль нынешних детей, которые смотрят фильмы и мультики в интернете!» «Ведь они никогда не почувствуют того адреналина, когда за одну рекламку надо успеть сбегать, поссать, взять, похавать, помыть горшок за котом, съездить до Меркурия, а когда тебе с комнаты кричат «Началось!» «Тебе надо бежать за долю секунды до телека, чтобы ничего не пропустить!» «Мне 26 до сих пор так делаю!» «Я узнал тебя, друг!» «Кто-то пишет, и сразу в голове зазвучало» «Вали!» «Ева!» «Как не клевало!» «Ну, тут даже комментировать не надо» «Иногда мне кажется, что мой портфель именно такой» «Да, я помню, как в школу таскал портфель» «Просто по учебнику на каждые семи уроков, а иногда и не по одному, потому что словарь ещё по-английскому, какие-нибудь контурные карты, альбомы» «Плюс по тетрадке на каждый предмет, а то и по две, дневник, ручки всякие, циркуль» «А ещё если перекус с собой берёшь и воду, по весу выходит примерно как этот булыжник» «Вообще, если в пиццу добавили ананасы, её уже ничем не испортить, можно туда шишек, одуванчиков, лопухов накидать, всё так же вкусно будет» «А мне нравится пицца с ананасами, прикольная» «Мелкий, я привожу друга домой и прошу маму накормить его» «Мама» «У него чё, своего дома нет» «Да не, у меня мама обычно в таких случаях кормит друга даже лучше, чем меня» «Манул ждёт маршрутку» «Да где же эта дурацкая маршрутка?» «Задолбался уже ждать» «Дубари на жесть» «Все лапы отмёрзли» «Опа, что-то едет» «Не моя» «Когда посмотрел все лайфхаки на ютубе, но ни одним не пользуешься» «Хорошая зарплата, это когда нужно уже получать новую, а ты ещё старую не потратил» «Давид пишет, в России, это когда нужно получать новую, а ты ещё старую не получил» «Так и живём» «И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео, лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск» «Не забывайте тыкнуть лайк под роликом, если он вам понравился, и подписаться на канал, если ещё не подписаны» «Ну а про колокольчик я вообще молчу» «А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску, с вами как всегда был Алексей Сова, пока-пока» «М ut bye»